Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара. Сегодня на полигоне бытовых отходов уничтожат поддельные кроссовки и детские игрушки. Зачастую поддельные товары из-за рубежа наносят ущерб не только правообладателю бренда, но и конечным потребителям. Об этом говорят специалисты, которые работают с недопросовестными поставщиками иностранной продукции. Как правило, фальсифицированную одежду, обувь и детские игрушки изготавливают из токсичных материалов. В этот раз в руки таможников попал контрафакт, привезенный из Казахстана и Кыргызстана. Всего данная партия товаров превышает более чем 31 тысячу единиц. По оценке правообладателей, ущерб, нанесенный их интересом, превысил 125 миллионов рублей. Владимир Савин, который уничтожает некачественную одежду и обувь, относится к процессу утилизации спокойно. Он считает, что это единственный и самый эффективный способ борьбы с поставщиками поддельных товаров. Сейчас вот отъедут машины, будем мяч все, ну трамбовать, уничтожать их, чтобы они были непригодны. И вот после грунтом засыпем и опять прикатываться. По словам сотрудников ведомства, поток контрафакта, который ввозит в Самарскую область, снижается. Но тем не менее, коммерсанты по-прежнему продолжают нарушать российское законодательство. С бизнесменами, которые руководствуются лишь финансовыми интересами, поступают жестко. На них накладывают большие денежные штрафы. Анатолий Головко, Константин Головин. События.